Друзья мои, Stealth 500 GT Kazuma. Смотрите, с какой проблемой столкнулись. Катаемся, катаемся. Идет металлический скрежет слева-спереди, когда нажимаешь на тормоз и когда не нажимаешь на тормоз, но меньше. Думали, ну вдруг поршеньки суппортов подклинило и они постоянно осуществляют воздействие на колодки. Или же колодки тоже стерлись. Поршеньки в порядке, фрикцион колодок в порядке. Блин, что такое? Помимо этого, на домкрате колесико начинаем шатать, оно вот в таком положении. Ну, шрустная гайка, понятно, завернута. Думаю, ну как, откуда? Подшипники меняли год назад. Все должно быть нормально. Вроде не дешевые покупали, там по 350 рублей за штуку, там их две штуки. Думаем, шаровые? Нет, шаровые от Toyota Yaris. Надежнейшие. Очень все здорово. Кстати, оставлю ссылку в описании к этому материалу, как их сюда поставить. Ничего сложного. Рулевые тяги. Самодельные. Ну, где-то по часу на одну тягу можно сделать все здорово с автомобильными рулевыми наконечниками. Тоже оставлю ссылку в описании. Все с этим супер. И все равно, гайка завернута сильно. Что такое? Смотрите, друзья мои. Ну, все развернули, посмотрели, сейчас уже поняли, в чем дело. Видите, насколько глубоко тормозной диск, ну, со ступицей, да, сидит на шрусе. То есть, шлицы и шрусы видно. И, соответственно, когда гайка поджимает ступицу, да, то все равно остается люфт. Потому что она встречается со шрусом. А такого быть не должно. То есть, диск должен сидеть вот так. Вот так примерно. Думаем, ну, ладно. Ну, не может быть. Ну, неужели подшипники? Ну, всего год. Обычно они там по два года ходят. Смотрите, сняли. Все, естественно, вывалилось. Ну, сальник, понятно, мы сами сняли. А вот это вот все вывалилось. И посмотрите, что с обоймы, внутренний подшипник. Она пополам. Как? Как так мы катались, что она пополам? Юный райдер говорит, что он говорит, что управлял техническим средством. Согласно инструкции, все в порядке. Грязь не считается. Ну, в общем-то, сейчас будем менять все это дело. Покажу вам, как делается. Но, конечно, когда подшипникам год, сейчас буду их покупать. Оставлю ссылку в описании, что за подшипники. Куплю уже другие, естественно. Посмотрю, какие покупал. И закажу другого производителя. Также надо сальничек будет. Сальничек кто-то это? Так, что-то-то. Нак. Ну, вот. Сальничек можно, в принципе, такой же купить. Сальник себе нормально показал. Так, друзья мои. Ну что, меняем подшипник. Надо сейчас освободиться от верхней шаровой, от нижней. Ну, и, соответственно, снять рулевую тягу. Все это быстро делается съемниками. Все, кулак будет свободен. Зажимаем к тиске, выбиваем подшипники, ставим новые. Сальничек. 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 Сальниек. Сальничек. чтобы был обмазан внутри каждая роль смотря вот это вот лишнее вот смотри вот это аккуратная набивка вот прям как будто пирожное печешь и кусь проявить терпение и сделай нормально и тогда кулаки будут ходить долго вот шаровые поставили от иномарки смотри какие классные сколько уже ходит с носу нет можно да можно уже проставкой аккуратно равномерно видишь подшипник заходит все хорошо значит все отлично металлического звука пока он вот точно не сидит еще давай все отлично давайте пересадочек тоже набиваю все аккуратно не надо лишней смазки но и жалеть я тоже не надо все вот чтобы было не торопись не торопись должен четко сесть не прогибаться ничего с каждой стороны что-то не так делаешь сильно сильно очень бьешь подожди с одной стороны видишь перекос никаких перекосов вы не должно иначе шруф когда будет сюда входить никусть если будет перекос то соответственно будет попадать во внутрь вода пыль грязь и соответственно там будет ничего хорошего там не будет все вытира здесь внутри не надо а вот здесь вот вытирали внутри не надо так друзья мои ну нам уже пора на питбайках кататься сколько можно купили надо так сказать это пробовать ну что тут все собрано ничего сложного до места крепления рулевая тяга верхняя опора нижняя опора ну соответственно суппорт прикручиваем обратно ну и шрустную гайку затягиваем и шплинтуем все ставим колеса и подшипники поменены все хорошо все четненько надеюсь на год хватит при нашей интенсивности покатушек задавайте вопросы подискутируем критикуйте все как всегда да ну и про автомобильные шаровые опоры и автомобильные рулевые тяги с автомобильными рулевыми наконечниками тоже смотрите ролик вообще они не убиваемые поэтому ставим только такие ну не кусь ставим только такие и на 500 ку и на шестисотку вынос радиатор как делать если что смотрите тоже очень помогает при покатушках особенно по полям по лесам все пока друзья давай на первой передачке ладно давай только на 1 аккуратненько не а как я снимать буду если там что не сможешь я помогу потом только и посерединке не кусь были молодец а блин клёво такая я здесь уже не проеду мне надо элечку включать вот все элечка теперь а вот так вот ха 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 сел не гусь я сел ха 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 чего-то плещет грязи что ли на этом он снимает никита уже снимает давай я назад я назад попробую и камень быстро может быть быстро просто я счастлив Поехал. Там горка будет, пожалуйста, осторожно. Соблюдаю баланс. Соблюдаю баланс. Соблюдаю баланс.